Всем привет! И тебя очень рад видеть на этом канале. Большое спасибо, что подписываешься на канал, но не забудь нажать на колокольчик, ведь это очень важно, когда будет выходить мои новые видео, а он будет звенеть. Это же, ну, это круто. Кстати, мой предыдущий пранк по комментариям, он набрал довольно-таки, ну, нормальный, и комментариев очень много вы оставили, так что следующий пранк я сниму тоже по ним. Так что не забывайте писать новые комментарии, ставить лайки, если вам понравилось это видео и дизлайки. А пока давайте посмотрим новый пранк. Смотрим. Не, это не шутки, чувак. Тебе уже, тебе уже 22 года, а тебя до сих пор мама грудью кормит, пацан, ну, это ненормально. Ты бросай это, я понимаю, ты младший брат в семье, конечно, это все нормально. Ну, это, это не выход. Ты бросай это дело. Я тебе говорю, сначала она как бы представилась Аленой, все нормально, все было хорошо. А потом я просыпаюсь с утра, короче, и тут мне член в ляжку ее упирается, представляешь? И тут я понимаю, что это, сука, не Алина, а какой-то Вася, представляешь? Я, то, что я удивился, это ничего не сказать, просто, это... Алло, бать, ты здесь? Приедь, короче, понял? Походу я обосрался. Я не знаю, бать, ну приедь, пожалуйста, потому что, мне кажется, она уже начинает вытекать. В обувь. Я тебе говорю, нужно пользоваться народной медициной. Ты, короче, берешь кошачье говно себе на губу, и герпес, он сам пройдет. Ну, то есть, главное, по часовой стрелке нужно, короче, его вмазывать, понял? Типа, ну, вмазываешь, уверенно. И тогда, ну, как рукой снимает, тебе серьезно говорю. Я сначала находился в полном шоке. Ты себе даже не можешь представить, я охерел просто. Она реально узнала, что я пью ее воду из ванны. Сначала она, короче, сказала, что это странно, но потом она вошла в положение, в принципе. Ну, я люблю вот это вот, ну, вот это вот, такая она мыльная, типа. Да, да, да. Сказала, что это странно, конечно, очень. Не, конечно, я тебе, ну, в принципе, нормально. Только я не понимаю, зачем ты мне это посоветовал? Я купил себе эти стринги, понял? Я на них, я и ходил, но они мне давят в пиздец как. Моя жопа, она, она раздвоилась на две части. Я не, ну, это сильно жестко, чувак. Это не мне нужно было, блядь, братан, ну, нужно было предупреждать. Потому что они меня так давят просто, ну, я ходить не могу. Ужасно просто. Это, ну, предупреждай, хотя в следующий раз нужно, ну, серьезно. Ты зачем себе сделала шугарин в бровей? Ну, ну, пиздец, ты сейчас как на Орликина будешь похожа теперь. Это ж ты, блядь, с тобой даже не выйдет теперь никуда. Ну, это страх и ужас. Шугарин в бровей. Чувак, ты зачем это делаешь? Не нужно купаться в фонтане, у тебя ванна есть, дебил. Я понимаю, фонтан больше, но ванна лучше. Такое советовать не нужно. Я вывел, как ты сказал, гель для душа, я его выпил, понял? Но сорта не стало лучше пахнуть. Ты долбоеб, такое не надо предлагать. Мне даже хуево после этого было дня два, понял? Гель для душа пить не нужно. Сорта лучше не станет. Так ты мне расскажи лучше, как там твоя операция? Не знаю. Но я имею в виду, как там твоя операция по увеличению члена? Ты увеличил его? Тебе его отрезали просто? Блядь, ну, сука. Ну, я, конечно, тебя сочувствую. Такое себе. Ты не расстраивайся, все будет хорошо. Ты правда это сделал? Подожди. Ты правда? Я тоже вчера два ребра себя удалил, в принципе. Ты четыре? Ебать ты жесткий, конечно. Я в шоке от тебя просто. Я сейчас такое увидел. Короче, я подхожу к ней, а у нее тупо усы. Больше, чем у моих в раз за два. Представляешь? Вот такая щетина на лице. Я был в шоке в полнейшем. Какая вот просто боворотка, понял? На щеках. Блядь. Больше, чем у меня. Вообще, конечно. Я убежал. Ну, понятное дело, я убежал. Чувак, стой. Я шутил. Не нужно сперму животных себе на лицо намазать. Она не омолаживает лицо. Я шутил вообще-то. Ты шоконишь, что ли? Блядь. Я, короче, к своему терапевту обратился. То есть терапевт мой сказал, что, в принципе, три соска это нормально. То есть когда я ему сказал, что у меня три соска, он сказал, блин, ну, в принципе, это такое бывает, патология. Главное, я сказал, чтобы молоко не шло с них. Я сказал, типа, что нет, вроде нет такого, и, ну, он сказал нормально. Так, детка, стопе. Технически это не инцест. Ты всего лишь моя троюродная сестра. Я понимаю, если ты бы не родная была, а так ты троюродная. Ну, ты сама хоть подумай, но серьезно. Это неправда. То есть все, что говорят, это неправда. Все будет хорошо, не переживай. То есть справимся. Кстати, если у тебя есть какие-то идеи или предложения по поводу следующих пранков, не скупись. Напиши в комментариях. Это мне очень интересно. Я каждый, абсолютно каждый комментарий читаю. Кстати, если тебе понравилось это видео, поставь лайк. Если не понравилось, поставь дизлайк. Ну, а дальше будет много интересного и смешного контента. Так что подписывайся. Дальше будет смешно.